Каждый раз, проходя мимо бездомного животного, я неоднократно задумывался, почему такой милый доброжелатель находится на улице. Пытаясь осознать, как такое случилось, я вспоминаю, где я нахожусь, и, как ни странно, все становится на свои места. Не волнуйтесь, я не собираюсь разводить полемику по этому поводу, я лишь хочу вам рассказать о существующих законах, защищающих права животных, которые, хоть и необычные для нашего с вами общества, но так хотелось бы видеть и у нас. В Италии ранее ежегодно люди выбрасывали на улицу около 350 тысяч собак и кошек. Чтобы прекратить эту порочную практику, несколько лет назад был принят закон, по которому человека, выбросившего домашнего питомца, ждет уголовное наказание — лишение свободы сроком на один год и штраф в 10 тысяч евро. Если хозяин, по мнению людей, например, соседей, относится к питомцу недостаточно трепетно, то его могут оштрафовать на 500 евро. Помимо выше озвученного, итальянский город Турин установил дополнительное наказание. Хозяевам собак, выгуливающих своих питомцев менее двух раз в день, грозит штраф 500 евро. Если они не убирали на улице фекалий своего пса — еще 700. Жестокое обращение с собакой — штраф от 3000 евро с перспективой оказаться в тюрьме. Но и это еще не все. В Италии заботятся и о рыбках. Зоомагазинам запрещено продавать их в полиэтиленовых пакетах, а владельцам держать в круглых аквариумах. По мнению зоозащитников, выпуклая форма сосуда искажает зону видимости рыбки, что может привести к нарушению ее зрения. Согласно новому закону, домашние питомцы в Швейцарии не являются бессловесной тварью, с чем мнением не нужно считаться. Если раньше, например, хозяева разводились, то котик или собачка, как и прочее имущество, доставались кому-то из разводящихся. И желание животных при этом никак вообще не учитывалось. Теперь же судья, как и в случае с детьми, оценят, с кем из супругов животному будет лучше. При этом учитываются и условия содержания, и симпатия самого животного. Если кто-то ранил домашнего любимца, то он обязан вылечить его в клинике, даже если стоимость лечения многократно превышает стоимость самого животного. Если человек находит потерявшегося котика или собачку, он обязан сообщить об этом властям и попытаться найти его хозяина. Если спустя пару месяцев хозяин не появляется, человек может забрать найденыша себе, но перед этим ему нужно сдать экзамен по уходу за питомцем. В этой стране законом запрещено держать на привязи домашнюю скотину, таких как коров, коз, лошадей, привлекать к церковным выступлениям диких хищников, пантера, львов, тигров и других, содержать домашнюю птицу в тесных загонах, а в зоомагазинах нельзя держать щенков, котят и птиц в душных витринах. Также нельзя умерщвлять животное без наркоза. Если власти узнают о тех или иных нарушениях закона, они имеют право изъять животное, а хозяина оштрафовать на крупную такую сумму от 2 до 15 тысяч долларов. В Нидерландах нет бездомных животных и все потому, что в стране работают такие законы, как каждая семья должна прежде хорошо подумать и лишь потом заводить домашнего питомца, заплатив при этом большой налог, строгие и суровые наказания за плохое отношение к животным, за плохое обращение к животным тюрьма на три года и штраф 17 тысяч евро. И, конечно же, массовая стерилизация животных в обязательном порядке, что уже для многих из нас не просто повод задуматься. В Новой Зеландии действуют те же законы, что и в Нидерландах, и плюс к этому исследовательским организациям запрещается проводить опыты над животными, а для всех жителей страны действует запрет охоты на дичь. Германия, как бы это ни звучало, стала первым в мире государством, где права животных с 2002 года защищаются конституцией страны. И сейчас я озвучу несколько главных законов, которые должен соблюдать каждый гражданин этой страны. Эвтаназия. Здесь она запрещена, по крайней мере, здоровым животным. Также животные содержатся при условии их обязательного лицензирования, ведь если вы завели себе мохнатого друга и не оформили на него документы, то это расценивается как правонарушение и влечет за собой серьезные последствия. Еще существует налог на домашних животных. Сумма налога обычно составляет 100-150 евро в год. Налог на второй и последующих собак составит 200-300 евро, независимо от размеров животного. Но, что самое интересное, налоги на кошек существенно меньше. Существует система государственных приютов, финансируется из госбюджета, которые курируются местными отделениями зоозащитных обществ. Все они работают по принципу неограниченного приема. Также зоозащитники придают огромное значение вопросам обучения населения правильному и гуманному обращению с животными. Школьные уроки защиты животных, проводимые под эгидой зоозащитных организаций, уже около 20 лет входят в обязательную школьную программу. Государство совместно с объединениями зоозащиты старается убедить людей, желающих приобрести собаку или кошку, чтобы они остановили свой выбор не на породистом животном, а на метисе или же простым языком на дворняге. Еще одним из немаловажных законов считается содержание одного животного в закрытом автомобиле. Стражи порядка имеют полное право разбить стекло, достать беднягу, а его хозяина оштрафовать. И последний пункт. Домовладелец не вправе требовать от арендатора жилья немедленно избавиться от домашнего животного, если на момент подписания договора аренды не было запрета на содержание в доме кошек и собак. И даже в дома, где содержание животных запрещено, жильцы имеют право приводить и содержать кошек и собак в качестве гостей в течение трех месяцев. В Испании работают практически те же законы, что и в странах, о которых я говорил ранее. Но, кроме того, в стране особо трепетное отношение к обезьянам, дельфинам и другим высокоразвитым животным. Они должны содержаться в очень хороших условиях, их запрещено задействовать в цирковых представлениях, на них нельзя проводить опыты и, конечно же, на них нельзя охотиться. Ну как же можно было бы пройти мимо Индии, ведь именно эта страна считает, что все животные священны и имеют душу. Но в зверином пантеоне священная корова занимает основное место. Если кто-то увидел на улице бесхозную буренку, он должен отвезти ее в полицию, а если корова почему-то злому умыслу или без такового скончалась, виновник отправится в тюрьму на четырнадцать лет. В стране крупным штрафом карается жестокое отношение к домашним питомцам, а за охоту на диких животных положен отдых на тюремных нарок сроком на семь лет. Стоит также отметить, что Индия стала первой страной в мире, признавшей права дельфинов. Хоть в Соединенных Штатах Америки ситуация с бездомными животными еще тяжелая, в ней все же были приняты уже многие законы, которые делают положение лучше. Первый и один из главных — все домашние животные должны быть стерилизованы. За слушание положен штраф в 500 долларов или принудительные работы. Исключением являются призеры и чемпионы различных выставок, животные поводыри и те, кого используют заводчики. Второе — один хозяин не может иметь более девяти домашних питомцев. Кроме этого, в некоторых американских штатах есть свои законы. Например, в Северной Каролине запрещены схватки собак и кошек. На Аляске нельзя перевозить собак на багажнике автомобиля и выгуливать их, привязав к багажнику веревкой. А в Иллинойсе собакам запрещено лаять более пятнадцати минут. В Оклахоме наказание подвергнется тот, кто будет дразнить собаку, а в штате Коннектикут запрещено дрессировать домашних питомцев. В Греции, чтобы уж наверняка, каждое домашнее животное должно иметь свой чип и быть зарегистрировано в муниципалитете. При этом владелец питомца платит единоразово три тысячи евро. Продавать или дарить животное без чипа запрещено. Если же по какой-то причине человек вынужден отказаться от домашнего животного, он обязан привезти его в муниципалитет, чтобы тот пристроил животное либо в хорошие руки, либо в приют. Если хозяин потерял питомца, то должен сообщить об этом в пятидневный срок. Если кого-то улечили в плохом отношении к домашнему питомцу, прокуратура обязана изъять животное. Человек при этом получает год тюрьмы и 15 тысяч евро штрафа. Также он попадает в черный список и лишается возможности завести питомца в будущем. За кражу чего-то животного вор получает шесть месяцев заключения и три тысячи евро штрафа. Вот как оказывается, животные далеко не в худшем виде представляются обществом, а даже наоборот, в некоторых странах живут себе припеваючи. Надеюсь и у нас будет что-то подобное в скором времени. А сейчас напишите в комментариях в какой из стран перечисленных видео законы более рациональны как по отношению к людям, так и животным. С вами был канал Животный Мир. Не обижайте животных и всех с Новым Годом! Всем пока!